Добрый день, дорогие друзья, коллеги, партнёры. В зале очень много знакомых лиц, с которыми мы часто встречаемся, со многими вместе работаем, внедряем селекционные достижения, получаем хорошие результаты. И вот сегодня наша встреча, она, знаете, напоминает мне как будто Новый год. Мы перед Новым годом, когда встречаемся, подводим итоги, анализируем результаты полученные, строим планы на будущее, а из результатов анализа извлекаем уроки, как прошёл год и что нам нужно делать в будущем для того, чтобы идти вперёд, совершенствоваться. И вот я уезжала на конференцию сюда к вам, и селекционеры пшеничники краснодарские, все вас приветствовали, передавали поздравления с тем, что наконец-то закончилась очень сложная уборка этого года. Ну и, конечно, пожелание всего самого лучшего, мы вступаем в пассивную кампанию. Все наши мысли сейчас уже об урожае будущего, чтобы всё у нас сложилось с вами хорошо уже и в 2024 году. Так, а скажите, пожалуйста, на самую большую. Видите, уроки влажного сезона. Так вот Николай Васильевич обозначил, и я согласилась. Действительно, очень хорошее название. Но мне хотелось бы сказать, ребята, вернуться немножко даже в XVIII век, несмотря на то, что живём мы в XXI веке, и живём в сумасшедшем потоке всякой информации, в мире новостей разного характера. Но видите, Чарльз Лэм говорил, что все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны. И он был абсолютно прав. И нас всех сегодня это страшно волнует. Мы дождёмся выступления эксперта. Он нам оценок всё расскажет. А почему так? Да потому что хлеб всему голова. И Владимир Владимирович, наш президент, он сказал, что это не просто народная мудрость, а фундаментальный закон для нас, который никто не отменял. Хлеб всему голова. И поговорим мы сегодня с вами о результатах уборки. Я представляю Краснодарский край, который получен у нас в крае, на Кубани. Конечно, с одной стороны, нужно радоваться тому, что мы имеем, а с другой стороны, у многих какое-то есть огорчение, разочарование, особенно в сравнении с прошлым годом, рекордным годом. Вот что получилось у нас в крае. Более чем 1 млн 650 гектаров было посеяно зимой пшеницы. Вы видите, насыщение растёт с каждым годом. Если раньше мы говорили 0,9, 1 млн, 1,1 млн, потом 1 млн 200, 1 млн 300. Вот уже 1 млн 650 тысяч гектаров у нас в крае. До 3 млн в Ростовской области, 2 млн в Ставропольском крае. Сумасшедшая насыщенность севооборотов пшеницы. И вот урожайность получили мы 58,3 центнера с этой огромной площади. И валовый сбор составил 9,6 млн тонн. В лидерах у нас оказался Приморско-Ахтарский район. Он получил, представьте себе, почти 44 тысячи гектаров, 69,1 млн. Вот такая вот великая урожайность, великий результат у производственников, агрономов, агротехнологов этого района. Этот район находится в центральной зоне Краснодарского края, при Азовье, так скажем. Там очень много фермеров, которые работают вместе с нами, сотрудничают с нами, используют селекционные достижения инновационные. Они обеспечены мощной техникой и прочее, и прочее, и прочее. Крепко стоят на ногах, имеют средства для приобретения и использования мощного индустриального допинга. Хотя буквально несколько лет назад они все время говорили, да зачем же мы в центральной зоне нас определили. Нас надо в северную зону. У нас очень сложные условия. У нас нет осадка, у нас нет высочайшей температуры. Мы почти как калмыкия. Но вот использование селекционных достижений и высоких технологий могут бороться с такими сложными погодно-климатическими, почвенными условиями и получать вот такие урожаи. Конечно, центральная зона, несмотря на то, что очень сухо было там и осенью, и зимой, это Тимошевский, Тбилисский район, но с большим отрывом, видите, 63,9-63,7. В этом году прекрасные результаты получены как никогда в западной дельтовой зоне, в рисовой зоне, где почва очень тяжелая, пшеница и на суходоле сеется, и в рисовой системе. И вы видите Красноармейский, Калининский районы, это 63 центра зерна с гектара. И стоит отметить Щербиновский район, который граничит с Ростовской областью, они лидеры по северной зоне у нас в крае, 63 центнера в Щербиновском районе получили с 54 тысяч гектаров. Но вот им несколько везло и с осени, и потом весной. Вот мне один руководитель Староминского района по соседству говорил, когда мы все в центральной зоне в прошлом году стонали от страшной засухи, как долго не было дождей, и сушение было неимоверное. А директор этот мне говорил, что, а вы знаете, мы сеем, и сразу всходы. У них то 40 мм выпало, то 20 мм. Ну вот так им помогал Господь Бог, наверное. Сами они хорошие профессионалы, агрономы, и вот еще и погода помогала. Конечно, обеспечивал вот такой вот великолепный результат для этого года. Генофонд сортов, созданных в нашем институте. Практически вся площадь занята сортами у нас в крае, которые созданы у нас в институте. И даже, знаете, приведу такой пример, может быть, это отвлечение. Фермеры из Курганинского района приехали к нам за семенами с огромным списком. Семеноводческое хозяйство, мощно они торгуют семенами. Ну вот урожай примерно такой, с 65 до 70. А вот, говорит, у нас у соседей, у фермеров, они канадку посеяли. И 104 центнера получили канадской пшеницы. Вы хоть бы взяли, говорит, да поскрещивали с этой канадской пшеницей. Мы ее прекрасно знаем, и даже смотреть в ее сторону не хотим, эту канадскую пшеницу. Ну и вот наша традиционная таблица. Еще раз хотим показать, что сортовое разнообразие, сортовая мозаика мощная. Она определяет уровень урожайности практически во всех регионах нашей страны сегодня, особенно на юге. И, как говорят, что нужно сеять и заниматься семеноводством только коммерческих сортов. А коммерческими они становятся тогда, когда есть большое многообразие. И тогда из этого огромного многообразия можно выделить 10 коммерческих сортов. Возделывались и большие площади занимали такие сорта, как Алексеичи Безостая 100, Велена, Степи, Граф, Ваня, Кавалерка. Большой спрос на нее сегодня. Сабирбаши Тимирязевка, Ахмат, Гомер, Еланчик. Просто неимоверным спросом и результаты великолепные. Сверхсильная Илиада, это и бумба, и классика на слуху у всех, и стиль 18, фузарезоустойчивый сорт. Уже возделывались на больших площадях новые сорта, которые только в 2022 году внесены в реестр. Это и Аграфак 100, это и Мане, и Федор, Школа, вы знаете, это хит последних сезонов. Размножались новые сорта, такие как Изабель, Кольчуга, Песня Победа 75, и тоже показали великолепные результаты. Ну и вот то, что наше будущее, то, что будет в 2024 году внесено в реестр, с хорошими результатами, закончили они государственные сорта испытания. Ну и поскольку тема называется «Уроки влажного сезона», вот такой мы урожай получили с вами, что же нам помешало вот в этом, уже в прошедшем сезоне, в 2023 году, урожай выше. И вот есть на то объективные причины и субъективные. Вот несколько слов об объективных причинах, и в первую очередь мы выставляем. Это вот осенне-зимняя засуха, это очень поздние сроки сева, очень поздние всходы мы получали, это и в ноябре, и в декабре. И какие мы получали всходы, какие были растения? Они были слабо развитыми, с мелкоклеточной структурой ткани, они уже с осени и с зимы были заточены на очень сухую погоду, растения адаптировались. Вот они были такие экономные, экономичные, как я уже сказала, с мелкоклеточной структурой ткани, с высокой концентрацией клеточного сока, что очень благоприятно для фитопатогенов. А потом, что сначала мы дождям радовались, которые проходили в феврале, в марте, в апреле, но они все не кончаются. Вот уже пшеница цветет, а дожди идут, температурный режим пониженный, пшеница не может нормально опыляться, результат через зерница. Сумасшедшая, через зерница в условиях этого года практически на всех сортах, особенно на скороспелых сортах, на среднеспелых сортах. Отцвела пшеница, зерно сформировалось, идет налив, созревание, а дожди продолжаются. Погода пасмурная, влажность высокая практически 100%. И что происходит у нас в это время? Нет оттока, налив нарушен, колоссия сформировались крупные, с большим количеством зерен, но нет возможности для реализации потенциала этих мощных колоссий с большим количеством зернышек. И вы сами видите, что и с комбайном улетало полно мелкого зерна, и кто сортирует семена, сумасшедший отход практически чуть ли не пополам, 50 на 50, страшно много мелочи, да еще и фузариозной. И об этой ситуации писал еще Павел Пантелеймонович Лукьяненко, когда на его долю в те годы, это и 50-е, и 60-е годы, были такие условия, когда пасмурная во время налива зерна высокая влажность воздуха, и он писал, что пшеница варится, когда вот такие условия, что нет яркого солнца, мы боимся суховеев, но ветерок нам тоже легкий нужен для того, чтобы и осматическое давление повышалось, чтобы был оптимальный ток, чтобы все питательные вещества из соломы перетекали в зерно. И вот очень важный фактор, который помешал нам получить в этом году более высокий урожай, это очень острая обостренная фитосанитарная обстановка, особенно по фузариозу колоса, дорогие товарищи. Что же из субъективных причин, на которые мы с вами, наша вина, да, вот человеческий фактор, что называется? Мыши. Неимоверная их численность, агрессивность, вредоносность, особенно там, где запоздали с обработками. Сплошь до тысячи, чуть больше, а в отдельных случаях до 4 тысяч мышиных нор на гектар, и все это боролись, но это все даром не прошло, и это сработало на снижение урожая. Безусловно, это и нерекомендованные нормы высева, я имею в виду загущение, в сухую почву сеяли, добавляли, боялись, что мало, да. А такие дожди, мощные, густые получились цинозы и полигания. Безусловно, к полиганию приводили и мощные ливни, и шквалы, когда деревья ломались. Если ломаются деревья, то почему пшеницы не поломаться, не полечь, да. Неимоверно много в условиях этого года мы наблюдали такое явление, как гербицидный токсикоз, из-за того, что отсутствовал промывной режим, мы говорим о засухе осенне-зимней, повышенная концентрация почвенного раствора с всевозможными пестицидами, в основном гербициды, гербициды, это и после сои, и после подсолнечника, после сахарной свёклы, после кукурузы. Большой урон вот эта ситуация нам принесла. И запаздывание с несением гербицидов. Дожди нам мешали, то мешали дожди, то мы ждали каких-то волн, сорняков, и шуровали уже чуть ли не по флаговому листу, да. А вот есть такие сорта, как Алексеевич, Тимирязевка, Школа, Таня и ряд других, которые абсолютно не выносят запаздывание с обработкой. Их нужно обрабатывать гербицидами или эти поляна, в которых они растут, только пока пшеница в вегетативном состоянии. Это и раньше явление было, я всегда приводила в пример Ростовскую область, какие молодцы ростовчане, они работают строго по вегетативной стадии, вкущение, и так краснодарцы разбалывались, работают по два, по три междоузли, уже пшеница чуть ли не до флага. Но я знаю, что в условиях этого года представители Сингенты говорили, что в отдельных районах даже уже запрещали применять гербициды, потому что была переросшая пшеница. И вообще я хочу сказать о нарушении этого важного регламента по внесению гербицида. Ну и вот я несколько слов говорила о сложной фитосанитарной обстановке, особенно по фузариозу Колоса. И хочу сказать, что это общемировая проблема. К этой проблеме приковано внимание многих международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, это ФАО и так далее. Почему? Да потому что при заражении зерна фузариозом происходит его контоминация ядами, микотоксинами, и зерно это становится непригодным для употребления в пищу и на фураж. Вы видите, какие финансовые потери несут страны крупные от этого заболевания. И так вот вам скажу, что у нас в край это большая проблема. Многие ее замалчивают, говорят, да слава богу, пронесло 0,3-0,4, там до 1%. А когда вот так общаемся, то больше всего вопросов по фузариозу, потому что мы знаем, что и 14, и 15% вчера из Курганинского района было хозяйство. У них по 15% фузариозных зерен. Что делать? А есть и еще более жестокие и жесткие ситуации. Что вот в нашем крае? Максимум сумасшедшее поражение. Это центральная зона края и Южно-Придгорная. Южно-Придгорная это вообще у нас кукурузный пояс. Это Новокубанский район, Мостовской, Отрадненский район, часть Курганинского района, где полыхал фузариоз. Это западная дельтовая зона, центральная зона нашего края. Там, где много кукурузы, там и фузариоз колоса. Я огромное количество полей в этом году проехала по краю, по Ростовской области, по Ставропольскому краю. Только в основном это то, что к Краснодарскому краю прилегает. Не видела ни одного поля без признаков поражения фузариозом колоса в большей или меньшей степени. Я не имею в виду восток Ставропольского края, где получали по 3, по 5, по 7 центнеров зерна с гектара. Там, конечно, ни о каком фузариозе речи быть не может. Что мы считаем основными факторами или вызовами, способствующими формированию эпифитоти фузариозов? Ясное дело, что мощнейшим потенциалом инфекционным фузариозной инфекции это кукуруза в севообороте. Вот заселие кукурузы на зерно в севообороте повсеместно. Это инфицированные растительные остатки и кукурузы, и колоссовых. Сахарная свекла. Что мне тут мешает? Это микрофон. Сахарная свекла на втором месте после кукурузы считается фузариозоопасным предшественником. Это инфицированность поверхностного слоу почвы. Я помню, несколько лет назад говорили об утомляемости почвы, об усталости почвы. Я думаю, боже мой, но о чём говорить у нас в крае такого быть не может. Но сейчас мы это наблюдаем. Настоящая утомляемость и усталость почвы. Есть хозяйство, есть поля с полным отсутствием супрессивной микрофлоры. Сплошные аспергилы, пеницилы. Даже фузариев нет. Если в почве одни аспергилы и пеницилы, это считается мёртвая почва. А у нас это не единичные случаи. Безусловно, это возделывание восприимчивых к фузариозу гибридов кукурузы. Мы знаем, что все иностранные гибриды, значительно сильнее, чем наши отечественные, поражаются этим заболеванием. Это и фузариоз стеблей, это фузариоз початков. Ну и вот, что ещё важнейший фактор. Считают, что фузариоз колоса – это агроэпифитотия. То есть очень сильно зависит от погоды. Это интенсивные осадки, паркая погода в период цветения, созревания зерна и во время уборки. Заражение фузариозом может происходить зерна от только что, вот он сформировало зерно, и до полного его созревания, до уборки, когда в волках зерно находится, и даже на такое оно может поражаться фузариозом. В принципе, теоретически, если за период цветения выпадает 40 мм осадков, это уже все предпосылки для того, что будет эпифитотия. А у нас выпадало за час по 90 мм. Так что вот избавиться от этого было невозможно. Ну и вот свежая фотография, если видно, это фотографии этого года. Вот такое поражение фузариозом на полях мы встречали. Можете посмотреть, какой это кошмар, но я думаю, что и вы это видели. Что же, какие же методы борьбы с этим сумасшедшим, опасным, чрезвычайно опасным заболеванием? Вот я должна вам сказать, что это только комплекс, только комплекс мероприятий. Какими бы эффективными ни были составляющие, так называемые ингредиенты, один метод абсолютно ничего не решит. А что здесь вот мы видим? Это агротехника, основа основы, это устойчивые сорта, это химические микробиологические средства защиты. Причем, вот вы много читаете в интернете статей и в разных журналах, где пишут вклад каждого этого фактора или способа в защиту, доля каждого фактора. И когда я читаю, что устойчивым сортам химии отводят 10, максимум 15%, мне всегда это неприятно даже читать. Думаю, мы так работаем, чтобы создавать устойчивые сорта, а в принципе только 10% селекционно-генетическому методу отводится в борьбе с фузорезом колоса. Но сейчас я понимаю, что это действительно так, что если мы устойчивые сорта посеем в жуткие условия, вот в такую сумасшедшую подушку растительных остатков, то он не сможет реализовать свой потенциал эффективной самозащиты. И точно так же химия. И несвоевременно вносим, и как вносим. Очень важно качественное нанесение. Колос должен быть полностью смочен рабочим раствором фунгицида, который мы используем. Если пробежал опрыскиватель по полю, и рабочий раствор только на листьях, а колос трудно от быстрого движения опрыскивателя, и как ещё форсунки будут расположены, одним словом, вот я вам говорю на будущее, я не думаю, что теперь только через 30 лет будет фузорез. Вы видите, что в фузорезные годы у нас учащаются. 16-17-й сумасшедший был фузорез, и вот всего-навсего 23-й. Если раньше это было раз в 50, раз в 30 лет такие ситуации, то сейчас это всё ужесточается. Поэтому вот на будущее, я думаю, вы должны это точно ознакомить. Какие капли должны быть, как смачивать именно колос, чтобы повысить эффективность фунгицидов. Они и так, фунгициды, даже самые-самые, там возьмите, самые продвинутые, магнеллы, там и ещё какие-то, их эффективность 60-65%. А если мы ещё и просто пробежимся по полю, то лучше вообще ничего не делать. Потом, что касается, мы селекционеры, и мы отвечаем за селекционно-генетический способ борьбы, мы должны создавать сорта с эффективными системами самозащиты. Но это не так просто, проблема сложная. И вы видите, что в мире только есть три генных пула, откуда можно взять устойчивые сорта или устойчивый материал, чтобы селекционные программы включать. С ними весь мир работает. Но мы впервые в мире, так вот я даже не постесняюсь сказать, что мы создали генофонд, собственный генофонд, генофонд северокавказский, генофонд краснодарский, сортов устойчивых к фузариозу колоса. И они у нас и возделываются в производстве, и в то же самое время являются и ценным исходным материалом, они используются и в селекционных программах для того, чтобы создавать на будущее сорта устойчивые к фузариозу. И вот вы все знаете наши фитопатологические запреты. Вот одна группа сортов, которые входят в группу устойчивых и умеренно устойчивых, и мы их рекомендуем для возделывания по кукурузе на зерно. И есть группа сортов, которые умеренно восприимчивые и допускаются. Что значит, разница большая между тем, что рекомендуется, и тем, что допускаются. Допускаются сорта, это умеренно восприимчивые или средневосприимчивые, и использовать их можно только там, где риск возникновения эпифитотей значительно ниже, где кукурузы мало, где дождей значительно меньше. Это не значит, что допустим в Южно-Придгорной зоне, в Новокубанском районе, в Курганинском районе, в Лобинском вы посеете Алексеевич по кукурузе на зерно, и все у вас будет нормально, не будет заражения. Нет, так не получится. Нужно сеять только вот сорта из первой группы, и то это будет не стопроцентная гарантия непоражения. Да. Да вы что? У меня... Ну извините. Так, это я хотела вам показать новая сорта. Теперь, да, какой кошмар. А я еще и половины не рассказала. Ну вот смотрите, я хотела показать вам, что не все фунгициды ограничивают как поражение колоса, зерна, так и оказывают влияние на токсинообразование. Есть фунгициды, которые наоборот стимулируют токсинонакопление в зерне. Будет на вид внешне здоровое зерно, а токсинов будет там выше крыши. И вот хотела рассказать вам о борьбе со стереотипами. А теперь вот об основных элементах стратегии защиты от фузариоза колоса. Конечно, это оптимизация посевных площадей, занятых под кукурузой, или перевод части посевов кукурузы в монокультуру. И люди сейчас на это идут, потому что и этот год показал вот очень сильную вредоносность этого заболевания. Сокращение периода уборочных работ. И перед этим докладчик говорил об этом, что это очень очень важно. Почву нам надо с вами оздоравливать, работать. Но это не за один год. Вот один раз внесли триходерву и ждем результата. Столько лет мы к этому шли, что в почве нет полезной микрофлоры. И столько же лет нам теперь нужно возродить, сделать почву здоровой. в Адыгее это вызвал этот слайд шквал дискуссий. МЧС была очень недовольна, что я об этом говорила. Но для Южно-Придгорной зоны Краснодарского края, то, что Юг Ростовской области, где сеют кукурузу, Придгорная зона Ставропольского края, Кочубеевский район, это вот третья зона, если мы не будем сжигать там кукурузу, мы каждый год будем иметь фузариоз. Без этого, без сжигания стерни кукурузы, растительных остатков кукурузы невозможно. Как это делать? Надо решать вопрос, товарищи, с соблюдением техники противопожарной безопасности. Вот здесь я это написала. Но я хотела сказать, ребята, что мы с вами не сможем уничтожить грибы рода фузариум. Их уничтожить нельзя, они живут в почве на растительных остатках, это их дом, это их экос, нам просто нужно научиться жить рядом с ними. Инфекционную картину в условиях этого года дополнял ожог, мы говорим, фузариозный, а это снежная плесень, микродохи умневали, вы все видели на пшенице вот такие сумасшедшие пятна, а пшеница полегала, колосья ложились вот на эти пятна страшные, и мы на колосьях, на зерне имели не только грибы рода фузариум, но и грибы рода микродохиум, как было и в 16-м году. Афиаболез сумасшедший в этом году нам вредил, особенно по подсолнечнику, не только по колосовому предшественнику, но хочу сказать, что все корневые грибы, болезнь агротехники, бороться нужно только агротехнически, никакие фунгициды афиаболез нам не уберут. Почему так много было афиаболеза? Почва переуложненная, нитрификационные процессы, даже если там что-то было из полезной микрофлоры, работать не могло, анаэробные условия, а не только для фитопатогенов. Вот сплошь поражение афиаболезом. Угольная сажистая гниль еще называется. Ставропольский край, восток Ставропольского края, извините, полыхал от гибелины. Вот суш неимоверная, вот Степновский район, по колоссовому посев, зустрич одесской селекции, вот такие растенец худосочные, все в гибелине. Это вот из Курского района фотография, вот такая ситуация, и все это что? Насыщение культуры севооборотов пшеницей. Нет фунгицидов эффективных против гибелин. В Ростовской области она тоже есть, я знаю. В большей или меньшей степени, в большей степени какую-то эффективность показывают фунгициды со стробиалуринами, но они не лечащим эффектом обладают, а как общие укрепляющие. Так что на будущее имейте ввиду, что в какой-то степени это нас защитит. Вот что усиливает гибели нос. Товарищи, стыдно говорить о твердой головне. Мы с вами, Юг России, интенсивнейшее зернопроизводство, все семена протравливаем, твердой головне каждый год полно. Что? Или не протравливаем, или некачественно. И вот я вам скажу такую вещь. Значит, были мы, искали карликовую головню, это проблема, из проблем в условиях этого года, в Орловской области, в империи химической. Приехали на поле, а там все сплошь в твердой головне. Так, я про карликовую пропускаю. Выбиваемся. Да, значит, вот что хочу сказать. Ну, простите, пожалуйста. Хочу вот еще что сказать. Это именно уроки влажного сезона, когда мы вносим очень много пестицидов, фунгицидов, боремся инсектицидов и с болезнями, и с вредителями. Так вот, я хочу сказать вам, товарищи, что слоган «не навреди», он должен быть девизом не только врача, но каждого грамотного землепользователя, агронома, кто работает с агрофитоцинозами, с почвой. И сегодня такая у нас ситуация посредством защиты. Мы их столько используем, их столько много, что они сегодня уже превратились в очень значимый техногенный фактор, который работает против агрофитоцинозов. Они хронически ухудшают экологическую обстановку, ухудшают социосферу. И посмотрите, кто об этом сказал. Это Испиридонов Юрий Яковлевич, академик, работал во ВНИФе по гербицидам, бог гербицидов, Соколов Михаил Сергеевич, Глинушкин Алексей Палыч и Каракотов Солиздобаевич. То есть очень сегодня внимательно нужно работать с химическими средствами защиты растений. У нас масса сегодня негативных антропогенных воздействий на агрофитоцинозы, которые угнетают растения. Мы имеем недобор урожая. Это и передозировка пестицидов, это неправильно составленные боковые смеси, это гербицидный токсикоз, о котором я говорила, пестицидный бумеранг, одно лечим, другое калечим, ну и так далее. И вот хочу показать вам то, что массово было в этом году, это признаки несвоевременной обработки гербицидами, признаки гербицидного токсикоза. Вот посмотрите, что мы имели в этом году, какие колоссия, это сплошь, это повсеместно, и это не мороз, это запаздывание с внесением гербицидов. Посмотрите, сорта, вот я здесь написала, какие вообще не выносят запаздывание, вот генотип гербицидной реакции. А что касается, вот вызывают нас в хозяйство, пшеница не кустится, не растет, посоит Таня, как Таня может не куститься, а сорт сильно кустящийся. Приезжаем, растения все одностебельные действительно, хлоротичные листья, растения деревянистые. То есть это на лицо признак гербицидного токсикоза после действия. И вот мы с вами сегодня думаем всеми мыслями мы в будущем, думаем о будущем урожае, и мне хотелось бы вам зачитать вот такое великолепное высказывание, что будущее будет за теми, кто сможет его представить, спроектировать и построить. Будущее не ждет. Будущее можно придумать и воплотить в жизнь уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok